Добрый день, это программа «Крупный план» у микрофона Светлана Занько. Напротив меня Василий Сураев, кандидат в депутаты Кировской городской думы. Василий Куприянович, добрый день. Добрый день. Итак, 24 июля все СМИ сообщили о том, что СР подали списки в горы с Белосберком и возглавляет общегородскую группу «Справедливая Россия» гендиректор Кировского молочного комбината Василий Сураев. А столько было разговоров осенью, а потом зимой, а потом весной этого года, что Сураев непременно должен выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора в связи с предстоящими выборами губернатора, в том числе. А нет, не выдвинул, а пошел в городскую думу. Разговоры велись и в кулуарах правительства, и в ОЗС, и у нас в студии. И с вами наверняка, Василий Куприянович, обсуждали этот вопрос, коллеги, промышленники, возможно. Почему в губернатора не пошли? Вы знаете, это зависит не только от меня, и, наверное, больше зависит это не от меня. В принципе, я готов был идти к кандидатам губернатора Кировской области от партии «Справедливая Россия». Но я трезво оценил обстановку. Дело в том, что для того, чтобы пройти муниципальный фильтр, необходимо собрать подписи 203 депутатов различного уровня. Это первого уровня, то есть муниципальных образований районных и поселковых, и сельских поселений. Мы посмотрели, что есть у «Справедливой России». Это в партии посмотрели, дали справочку, и не хватало достаточно большого количества, 47 депутатов подписями мы бы не смогли, потому что у «Справедливой России» их не хватает. В первом уровне у «Справедливой России» даже есть 50 человек, но необходимо у нас только в 24 муниципалитетах, а необходимо в 34. Поэтому есть проблемы. В то же время выделилось достаточно большое количество кандидатов других, и отдельные, пользуясь поддержкой той же правящей партии, они наберут. Например, «Коммунисты России», я не сомневаюсь, что за них подпишутся, потому что здесь будет включен соответствующий ресурс. То есть просить голоса у кого? У коммунистов, у КПРов у них самих не хватало, у ЛДПР они с трудом набирали. Кому? У кого просить? У «Единой России»? Ну, вы понимаете сами, что никто бы добро не дал, чтобы подписались за представителя «Справедливой России» Василия Сураева. Если бы был другой представитель, может быть, подписались, может быть. Вот поэтому я и... А идти просто самым выдвиженцем, ну, это вообще несерьезно. В наше время? В наше время несерьезно. Поэтому здесь нужна поддержка партии на региональном уровне, партии на федеральном уровне, наверное, поддержка со стороны структуры администрации президента, которые все-таки контролируют эти процессы. Потому что губератор, эта номенклатура, все-таки президента. И администрация президента контролирует, и другие. Поэтому это реально просто. Мы заявиться и не собрать необходимое количество голосов, подписей депутатов соответствующих, и потом сняться, ну, это не для меня. Я привык участвовать и побеждать. Я четырежды проходил законодательное собрание Кировской области и всегда проходил как депутат одномандатник. Один раз я проходил в Кировской городской области. Правильно я вас поняла, что пороха-то у вас хватило бы лично. То есть вы не испугались пойти на губернаторский пост, не испугались тяжелого региона, а просто оценили реалии выборной кампании нынешней и понимали, что не пройдете по фильтрам. Да, потому что у нас... Понятно. А коалиции не удалось организовать? Коалиции, вы знаете, вы видите ли, партия ЛДПР заявила своего кандидата при поддержке руководителя партии, партии КПРФ выделила своего тоже при поддержке руководителя партии в федеральном уровне. Вот и все. Коалиция не состоялась. Поэтому Гордума. И тут уже скептики снова заявляют, что где хорошо, идет Василий Куприянович на выборы в Гордуму, возглавляет тройку от Справедливой России. На него народ пойдет, говорят они здесь, в этой студии, потому что все его знают, позицию его знают, как ведет хозяйство на заводе, своих агрокомплексах знают, как ведет хозяйство. Но вдруг он паровоз, вдруг не пойдет до конца. Что такое до конца? До конца, это значит... А это как Жириновский с ЛДПР. Он же ни разу у нас нигде здесь в области не служил. Значит, я собираюсь служить в области и в городе. И не собираюсь никуда не уезжать. И живу в Кировской области, и тружусь на благо ее с 1976 года, 22 марта. То, что касается выборов в Городскую Думу, то я иду не по разовозам. Я согласился возглавить список Справедливой России. Мне было предложено. Я не член партии Справедливой России. Я просто руковожу фракцией Справедливой России в законодательном собрании Кировской области. И когда мне от регионального отделения партии предложили возглавить список, я дал согласие. И я пойду здесь до конца. И если будет благоприятная ситуация, то есть партии Справедливой России и другие парламентские партии наберут достаточное количество голосов, значит, я готов продолжить работу на посту главы города Кирова и возглавить Кировскую городскую думу. То есть прямо так? Прямо так. Прямо так. Вы готовы взять все в свои руки? И это открыто заявляете? Не все в свои руки, но то, что положено по функциям главе города и председателя городской думы. Это очень крепкое такое заявление. Не приходится уговаривать, не приходится кокетничать, да, или спрашивать, как обычно у нас тут бывает, что а вот так, если договоритесь, если не договоритесь. Кстати, между прочим, все равно насчет договоритесь. Стоит ли вообще иметь, имеет ли вообще сейчас смысл говорить о том, что оппозиционные партии, они должны как-то объединяться? Или в нынешней ситуации уже об этом и говорить не нужно? Все определено. То, что касается выборов по городу Кирове, то, что касается выборов губернаторов, это одно. То, что касается выборов в городскую думу, наверное, наступил уже момент, когда надо договариваться. И то, что перед этим одна партия, ее представители правили в течение более 10 лет. Мы говорим о Единой России сейчас. Да, мы говорим о Единой России, о ее представителях. Мы, наверное, уже все увидели результаты ее труда. Значит, тысячи переросших деревьев, дороги, вы видите сами, тротуары, фасады домов, изношенные коммуникации и многое-многое другое. Это очень интересно, что вы сейчас говорите, потому что мы все, конечно же, читали отчеты, проделанным пятым созывом городской думы. Отчет этот предоставлял на последнем заседании пятого созыва господин Владыкин, мэр города. И он отметил особую позитивную роль депутатов в реализации федеральных проектов по благоустройству. Он сказал, что безопасные дороги, безопасные и качественные дороги и программы формирования городской среды. Он говорил, что вот, похвалил депутатов, что мы молодцы, мы на благоустройство работаем много. А вы со своей стороны сейчас подчеркиваете, что у нас переросшие деревья, разрушенные тротуары и дороги так себе. И дороги так себе. Это можно посмотреть. Не хвалите эту думу? Вы знаете, я в думе хорошо отношусь и к большинству депутатов. Но много ведь определяли не эти депутаты, не каждый в отдельности, а этими депутатами кто-то руководил. И многие вопросы решались в интересах этих людей. Просто депутаты им были подконтрольны. Вы посмотрите, какой строительный, какой спортивный комплекс строится напротив Большого глобуса по улице Воровского. Прекрасный. Прекрасный. Ну, это если так. Откновение ветра, которое разрушается. Которое разрушается, и он небезопасный. И построен на теплотрассе. Значит, это для нужных людей построено. И разрешение дано. Нарушение всех градостроительных норм и правил. И то, что касается архитектуры. Ну, давайте у каждого свое мнение. Но у нас многие комплексы для коров, они с точки зрения архитектуры смотрятся значительно лучше. А с точки зрения надежности они в десятки раз надежнее. Да. Об этом комплексе мы много говорили. Вообще странное решение депутатов обсуждается постоянно. Что касается архитектуры, того, как мы смотрим с архитектурной точки зрения, то хотелось бы, наконец, чтобы архитекторов у нас услышали в этом городе. В конце концов. Ну, наверное, хотелось, чтобы архитектор, но для этого архитектор должен занимать соответствующую позицию, а администрации города и депутаты должны прислушаться к мнению архитектора. А архитектор в вопросах градостроительных должен быть главным действующим лицом. Как Вы считаете, Василий Куприянович, я вот здесь уже перечислила два больших федеральных проекта, которые по всей стране сейчас гремят. Это безопасные и качественные дороги и программа формирования комфортной городской среды. Вообще, имеют право депутаты гордиться тем, что они участвуют в этой программе? И участвуют ли они в этой программе? Это же федеральная программа, сверху спущенные денежки, влили прекрасно. Чем тут гордиться-то сами, чего сделали? Ну, в некоторых случаях ведь депутаты решают вопрос, идет софинансирование. Часть средств выделяется, бывает, из областного бюджета, часть из городского бюджета. И депутаты участвуют в контроле за решением этих вопросов. И вот то, что касается последних дорог, отдельные депутаты заняли серьезные позиции. То, что касается дороги на Русское ведет, которые, знаете, там серьезные. Какое было качество начала работ, как вели, значит, и депутаты, значит, призвали чиновников, и туда выезжали комиссии для того, чтобы оценить на месте качество, как ведется строительство этой дороги. Я думаю, это положительно. То есть, отдельно депутаты в этом направлении работают. Депутат вообще как оценивается? По работе где? По работе на заседаниях, где они разбирают вопросы и голосуют за те или иные законопроекты и решения? Или по работе в полях? Вообще-то депутат оцениваться должен и по работе во время заседания, во время подготовки соответствующих решений Кировской городской думы, к примеру, и по работе с населением, и по контролю за теми, как расходуются средства городского и федерального бюджета, направленные на цели благоустройства. Поэтому работа тут разносторонняя, и работа с каждым избирателем индивидуальная. Вы говорите, что депутаты, многие, которые нынче сидели в городской думе, и предыдущей думе, они не отвечали на запросы населения, а представляли интересы определенных структур или, может быть, людей. И решали их там проблемы, да? А разве от этого вообще возможно избавиться? И нужно ли от этого избавляться? От этого нужно избавляться. Как это можно избавляться? Вы знаете, вот надо посмотреть опыт Тверской думы, когда почти в полном составе, несколько лет назад была отправлена на отсидку. Исходя из решений, которые противоречили законодательству и интересам города. И кто принимал такое решение? Не сама же дума? Не сама дума. Значит, соответствующие органы, которые контролируют исполнение законодательства, это прокуратура, и по их иску были вопросы решены очень серьезно. И во многих городах, вы, насколько знаете, были случаи, когда, значит, арестовали, задерживали, арестовали и, значит, отправляли на отсидку влиятельных лиц, занимающих посты в городской думе и в администрации города. Вот последние решения, которые принимались на заседании городской думы 5-го созыва, это были решения, связанные с крупными объектами в городе Кирове. Естественно, никто не мог обойти их краем, стороной, потому что это центральный рынок, потому что это гостиница губернская, потому что это детский мир. И на последнем заседании было принято решение, что это будет все-таки там акционироваться, продаваться, и город должен избавляться от непрофильных активов в силу того, что всякие там разные мупы, они неудачно руководят, убыточно руководят. Правильно ли это решение? Первое, что я хочу спросить у вас, вот конкретно по этим объектам. А второе, муниципальное имущество – это всегда такой камень преткновения и всегда подозрение возможной коррупционной составляющей при их продаже. Хочу, чтобы вы комментировали. То, что касается вот этих объектов, если касается гостиницы губернской, просто надо оценивать фактически, сколько она стоит сама. Дальше надо оценивать, какой она участок земли занимает, что можно на этом участке, если снести, например, гостиницу, что можно построить и сколько это будет стоить. Или передать, или оставить эту гостиницу, смотреть надо, сколько город от нее имеет. Иногда выгоднее такие средства получать, когда строится какое-то или предприятие, потом оно или помещение, и передается оно в аренду, и это постоянно получает бюджет дохода. То, что касается центрального рынка, то… Это самый бальный вопрос. Это самый бальный вопрос. Ну, во-первых, а кто подумал о тысячах людей, которые работают там? И оценка, какова оценка, вот, значит, под кого-то уже этот готовит рынок. Значит, для этого должна оценка и серьезная оценка, сколько стоит, может, это имущество по факту. Какой она участок земли занимает. А земля ведь не где-то в каком-то, там, в Лугском или Нагорском, или Фарайском. Это в центре города, значит, это гектары земли в центре города. На этой земле можно построить десятки коммерческих объектов, и в том числе жилья, значит, и это будет стоить очень дорого. Так что вот цена, которая пока выставлена, ну, говорят, это акцион, и может цена там возрасти, всех этих объектов там до миллиарда рублей. Ну, в этих случаях обычно она не возрастает. Вы знаете, как происходит, это делается под определенную одну структуру или еще второго технического, технического кандидата. Значит, и разыгрывается как по нотам, и потом лот увеличивается всего лишь там, ну, на один шаг или на два. Я ведь неспроста вас спрашиваю. Если вы пройдете выборы, если вы выиграете, и если, как вы сказали, вы сказали, что я готов стать во главе города, во главе думы, стать мэром, ведь это на ваш тогда срок придется принятие решения окончательного по этим объектам, потому что здесь нам городская администрация заявляла, что оценка того же центрального рынка еще только займет там минимум полгода, а потом будут всякие там конкурсы, торги и прочее. И намерение нынешней администрации, и, судя по всему, нынешнюю гордуму все-таки продать, несмотря ни на что, этот участок. А вы тут заговорили про каких-то там людей, сотнях и тысяч, которые там работают. Как вообще можно задумывать, как вообще можно решить вопрос трудоустройства тысячи людей, например? А в Кирове не решить никаким образом трудоустройство тысячи людей. В Кирове достаточно высокий уровень безработицы, значит, и есть проблема фактично, и вы знаете, сколько предприятий в последнее время, или вообще их не стало, будем как завод Крин, или предприятия, которые сократили численность, как завод 1 мая и еще другие заводы. Да, у нас единственное увеличило Кировское машиностроительное предприятие, новые приняли людей, но, значит, сколько было сокращено, столько не трудоустроили, поэтому люди уезжают. Поэтому эта проблема должна, вот это, при решении этого вопроса, это надо очень серьезно рассматривать. Сколько там людей, куда можно трудоустроить, а может быть, сделать таким образом, чтобы капитальный рынок, чтобы он соответствовал закону, соответственно, когда все должны торговать в закрытых помещениях, и, значит, и город будет иметь стабильный доход. Весь вопрос, вопрос, кто будет управлять этим рынком, на каком уровне, и каким образом городская администрация и депутаты будут контролировать, вот какова отдача, каков эффект от работы этого рынка. То есть есть вопросы, это непросто решить сказать, что нет, не будет, надо этот вопрос изучать, надо смотреть, сколько там земли, что нужно сделать для того, чтобы рынок стал современным рынком. В десятках регионов и сотнях городов Российской Федерации есть рынки, и работают прекрасно рынки. Есть в некоторых областях, нет таких супермаркетов в Капкировской области, но рынки представляют этот огромный гипермаркет, и устроено все на высочайшем уровне. Возвращаясь к федеральным программам, и в частности к программе по благоустройству. Это хорошо же, что пришли федеральные деньги и на дороги, и на дворы, и в область наши пришли деньги на дома культуры, но мы на Кирове остановимся, дороги и дворы. Участие в федеральных программах все-таки это чья больше заслуга и чья деятельность, кто должен этим заниматься? Город или область больше? Значит, этим вопросом должен заниматься как город, так и область, потому что все-таки город является составной частью области, и поэтому необходимо участие правительства или первого лица, или лица, который за это направление отвечает, то есть его заместителя и соответствующего Министерства жильц-кумунального хозяйства и строительства, этим вопросом должны плотно заниматься. И задача как можно больше привлечь средств, первая, в область, а может быть еще важнее, как эффективно эти средства израсходовать. Или это выиграют подрядчики из Кировской области, которые способны строить дороги, которые зарегистрированы здесь, работники которых при получении такого заказа, во-первых, увеличится численность этих работников, во-вторых, увеличатся заказы смешанной отрасли, и бюджет получит в виде НДФЛ дополнительно серьезные средства. Или это будет компания иногородняя, которая по минимальной цене получила этот заказ, ну и что и... Значит, а выполняют, как в нашем случае, выполняют субподрядчики, которые из Кировской области. Но ведь... И тех не хватает. И тех не хватает. А если бы в полной мере у нас две организации, хотя бы кировские участвовали, город-дворного строй, значит, и второй ряд автодора, в этих вопросах, то, я думаю, они были способны выполнить эти работы. И денег бы, и больше было бы, эти деньги были потрачены внутри области, значит, получили бы больше люди, значит, получили объекты строительно, это те, кто у кого... Асфальтобетонные заводы были бы загружены на работы, значит, и те, кто ремонтировал бы технику, то есть это было бы для области значительно выгоднее. И цена могла бы опуститься. Ну, это предстоит еще решать и в следующем году, и еще через год, и еще через год, потому что программа четыре года будет продолжаться, как минимум по благоустройству, а по дорогам, возможно, даже и больше. И просто так, наверное, вопрос все-таки не решится, потому что здесь как раз за федеральные деньги, и за федеральные программы, и за контроль над ними, не знаю, вступают ли в борьбу, или как-то договариваются, распределяют обязанности, как раз региональная власть и городская, поскольку федеральные проекты. И очень часто говорят аналитики, что в регионах бывает так, что либо глава города подчиняется полностью губернатору, играет, что называется, с ним одну мелодию, или, там, не знаю, пляшет под его дудку, или противостоят. Вы согласны с такой позиции? Вы знаете, это такого... Или бывает третий вариант? Бывают третий вариант. Я часто бываю в других регионах Российской Федерации, значит, чаще всего в Приволсском округе, и я вижу, что делается там. И когда они работают в одном направлении... Как это выглядит? Приведите пример. Ну, давайте, вот, к примеру, не будем говорить про Татарстан, да, это уж отдельное государство. Это боль. Значит, ну, давайте посмотрим, что в соседней республике Мариел, давайте посмотрим в Пензенской области, давайте посмотрим в республике Мордовии, которую я прекрасно знаю. И если мы сравним, вот, 15 лет назад, что был, какой Киров, какой Саранск, и посмотрим сегодня. Там работают они в одном направлении, и там глава региона обычно собирает депутатов, государственную думу, членов Совета Федерации, собирает городское руководство, и решается, вот, ставится глобальная задача, что надо решить и каким образом, и кто к этому включается. Это в целях того, чтобы на благоустройство города, на создание, например, промпарка, в Саранске он работающий промпарк, значит, и город, в городе нет провок, посмотреть, какая архитектура, и каковы фасады зданий, каковы тротуары, и дороги какие. Это как небо и земля, при том, что бюджет республики Мордовия меньше, чем бюджет Кировской области. То есть вы говорите, что это правильно и должно быть так, чтобы губернатор вмешивался и патронировал жизнь в городе. Конечно. Занимался в том числе вопросами его благоустройства и развития. Это тот вопрос, который очень часто ставили на вид бывшему нашему губернатору и просили вмешиваться, просили как-то влиять. Вы предлагаете будущему губернатору все-таки объединяться и заниматься городскими делами тоже? В том числе городскими делами, потому что городские дела – это дела области. Если губернатор руководит областью, а город является столицей области, ну, наверное, вот так вот логично. Поэтому и если решать вопрос, что подключается к этому глава города, администрация города и правительство области и решает вопрос по вхождению в программ, программы различные, это программы по благоустройству, программы по инфраструктуре, то есть это по инженерным коммуникациям, которые в городе Кирове изношены, то, наверное, сообщать вопросы можно решить. Вы знаете кандидатов губернатора? Они все уже объявлены. Их несколько человек. Со всеми с ними, с каждым ли из них вы сможете найти общий язык? Есть ли там люди, которые больше вам нравятся, меньше вам нравятся? Вы знаете, я готов сотрудничать с любым из них, если прохожу городскую думу, если так придется, значит, и наводить мосты, и находить общие решения. То есть нет непримиримых противоречий ни с одним. Непримиримых противоречий нет ни с одним. Я знаю, ну, кого-то лучше, кого-то хуже. Ну, я изучил, значит, кого-то знаю десятилетиями, кого-то знаю, значит... Руку всем подаете? Руку всем подаю. Вопросов нет, хотя, вот, ну, не ко всем отношусь, может быть, однозначно, потому что, исходя из того, что, ну, как, что они делали, как они делают, вот, как они себя ведут, ну, это уже... Это Василий Сураев, и мы, это программа «Крупный план», микрофон у Светланы Занько. Мы размышляем над тем, что нужно сделать в Кирове, что с точки зрения Василия Куприяновича необходимо в первую очередь решать, как взаимодействовать с городскими областными властями будущим депутатом городской думы, куда Василий Куприянович собирается, и, мало того, он заявил в нашей программе, что он готов взять на себя руководство городской думы и городом в случае своего, своей победы на этих выборах. Посмотреть на Ваш завод, Василий Куприянович, вот кто как, конечно, туда смотрит, кто-то из заборчика заглядывает, некоторым повезло находиться на территории, на экскурсиях и просто так. Посмотришь, думаешь, такой красивый и ухоженный завод, показатели каждый год предприятия наращивают, программы социально-эффективные принимаете. Народ у Вас уже династиями целыми трудится, и Ваша династия уже на предприятии просто наметилась длиться. Руководить, и я знаю прекрасно, Вы здесь в нашей студии тоже рассказывали о том, как Вы покупали земли, как Вы организовывали сельхозпредприятия, чтобы налаживать бесперебойный поток молока, который поступает на Кировский молочный комбинат. Развиваетесь хорошо, несмотря на высокую конкуренцию, несмотря на тяжелый такой депрессивный регион. Предприятие радует и глаз, и ум, когда на цифры смотришь. Но предприятие ведь не город, Василий Куприемович. Это свое, это то, что вот где вы, царь и бог, это то, что вы знаете каждый уголок, каждую трубу каждого человека, может быть, каждую корову, я не знаю. Но город, это такая сложная махина, не заглянешь за каждый пуст, и каждому человеку в голову не залезешь, с которым работаешь. Очень много, ведь часто говорят, что человеческий фактор, человеческий фактор, мало ресурсов, мало денег, мало людей, всего мало. Невозможно сделать из Кирова, Москвы, указание, и даже, как выясняется, Чебоксары. Согласны с этим? Ну, в принципе, да. Но надо сказать, то, что касается предприятий, я пришел на предприятие, которое не блистало. Более 95% был износ основной, активной части основных фондов, общий износ основных фондов был более 65%. И предприятие подходило к закату. Значит, не было запасных частей, тары. Это в какие годы были? Это было в 91-м. Я стал директором, был избран в 91-м году. Поэтому я два года даже не ходил ни дня в отпуск. Я вылазил из командировок, надо было решать вопрос обеспечения материальными ресурсами, в первую очередь тары, упаковкой, запасными частями, оборудованием. Далее вопрос возник по сырью. Этот вопрос тоже был решен в течение такого, в последствии, двух лет. Далее мы решили вопрос о том, что создали, собственно, агрофирму. И на тот период, когда мы организовывали, общий объем производства молока, главных был 46 тонн, сейчас в пределах 240 тонн. За это время предприятия стали передовыми. Значит, да, предприятие – это не город, комбинат. Но надо сказать, что комбинат везет хозяйственную деятельность в нескольких районах. Орловский район, практически все сельское хозяйство, оно – это наши предприятия основные. И на тот период, когда мы начинали в 2004 году, Орловский район был четвертой десятке по экономическим показателям среди районов по сельскохозяйственному производству. Сегодня он в первой десятке. Значит, наверное, что-то мы смогли сделать. Там функционирует активно наше отделение по производству сыров. В Зуевке завод Мухина, хозяйство Мухина, которое подходило к самому закату, было 4,5 тонны молока. Сегодня они надавят в пределах 38 тонн молока. Они строят, они благоустраивают улицы, они ремонтируют. За их счет ремонтируется дом культуры и делается очень многое. И деятельность на комбинате разносторонняя. Если взять по объему, к примеру, только за прошлый год мы, сельхозяйственное предприятие, инвестиции составили 900 миллионов рублей из всех уровней, как говорят, бюджета. То есть это помощь комбината, это, собственно, деньги хозяйств и заемные средства под гарантией Кировского молочного комбината. А заемные средства какие? Это кредитные ресурсы, берут хозяйство под различные программы, а гарантию даем мы, и мы потом гасим проценты хозяйству. Вот помогаем. Поэтому, если вот сопоставить по отдельным объемам, значит, ну, это не всегда город Киров, Киров выполняет объемы работ такие. Да, есть сложности в городе Кирове, более это, значит, более инженерная инфраструктура, сети и все прочее. Но это у нас тоже есть на комбинате, значит, это есть на наших отделениях. У нас есть и газопровод, и, значит, было раньше и парапровод, от ТЭЦ мы получали. У нас есть несколько вводов электроэнергии. Мы все эти вопросы стараемся решать. Поэтому в городе, вот, человек, который будет возглавлять, у него задача, и если он поставит задачу, что сделать, чтобы город был лучше, чтобы город был безопасней, чтобы население чувствовало, что оно в зимний период не останется без тепла, без воды, но, наверное, к этому надо стремиться. И вот задача подобрать людей, подобрать пролинцев, мотивировать их, значит, и оказывать поддержку в решении этих вопросов. Вот и заручиться поддержкой, вот как раз городская дума должна вот эти инициативы и поддерживать, и в то же время контролировать средства, которые выделяются из бюджета на определенные цели. Значит, если это будет, то, значит, вопрос решен. И надо, чтобы в городе еще, вот, хорошо, когда в городе много неравнодушных граждан, которые, да, видят, что делается что-то не так, не надо тут молчать, надо, значит, коллективный или этот дом, или, значит, или целый какой-то микрорайон должны выходить с проблемами, стараться их обратить внимание и депутатов, чтобы эти проблемы исключить. Потому что к нам обращается, из города обращались и десятки школ, и садиков оказать соответствующую помощь в решении вопросов. Мы старались, с чем могли, помогали. В некоторых случаях, конечно, мы обращались к администрации и старались, чтобы администрация выполняла то, что возложено на нее по законодательству. В некоторых случаях мы оказывали поддержку для решения там аварийных случаев. Как предприятие. Как предприятие, да. Где-то кого-то прорвало, значит, водопровод или, значит, необходимо было провести ремонт, значит, в столовой. Значит, мы помогали и в замене оборудования. И поддержим каждый год десятки, десяток школ Ленинского района. Вот больше года назад в этой студии, в программе «Разворот на бизнес» мы с вами говорили о том, как выстраивается взаимодействие городских властей и предприятий. Сейчас и в прошлом. И вы говорили, что город не просто просил раньше денег и помощи, требовал организовать благоустройство, помочь там школе какой-нибудь и прочее, но прежде всего спрашивал о вам, промышленникам, чем помочь. Это были ваши слова. Да. То есть и просили, но и без просьбы приходили и говорили, как у вас дела, чем вам помочь, где подсобить и прочее. То есть такое было партнерство. И сетовали вы на то, что взаимодействия такого в последнее время не стало. Я не знаю, может быть, за год изменилась ситуация. Прокомментируйте, пожалуйста. А второе, вам ведь придется теперь с промышленниками тоже иметь дело. И тоже придется как-то с ними и договариваться, и помогать, и просить. Да, такого взаимодействия нет, и это, наверное, последние 10 лет. Я скажу, самое лучшее было в период, когда был Андрей Михайлович Михеев, и у него первым замом был Владимир Николаевич Логинов. Вопросы были сложные вопросы, но они решались, и решались это в интересах и предприятий, и в интересах города. Особенно в тот период, когда в городе Кирове, кроме хлеба и молока, все остальное было по карточкам, и было проблематично. Да, действительно, мэр тогда звонил каждую неделю и спрашивал, какая-нибудь необходима помощь. Ну, за последние десяток лет я ни разу не услышал, когда мы обращались, к примеру, к городу, чтобы помогли в подборе площадки под строительство нового завода, нового комбината, да, мы получили ответ, такой же, как написали казаки турецкому султану, да, на предложение сдаться. Вот, они послали нас далеко-далеко, что это не их проблемы. Вот, таким образом, так что улучшений нет. То, что касается взаимодействия... Да, вот, в случае, если вы... Я понимаю, значит, потому что бюджет города, надо администрации города очень тесно взаимодействовать с промышленными предприятиями, потому что промышленные предприятия составляют основу бюджета города Кирова и Кировской области. И иногда, может быть, даже нужна моральная хотя бы поддержка или поддержка каких-то инициатив, и от предприятий увеличится поступление в бюджет. И не надо пытаться иногда, чтобы, значит... Можно не давить, а договариваться. Да, и не давить, и договариваться. И в некоторых случаях, вот как произошло по налогу, вводили налог на офисы и торговые офисные центры, а в итоге, знаете, что получилось? А в итоге сделали перчень Министерства госимущества, в который включили большая часть это здание промышленных предприятий. Это административные бытовые здания, там, где находятся лаборатории, там, где находится бомбовое убежище, там, где находятся учебные классы, медпункты, рабочие столовые. И предприятия вынуждены были заплатить сверх десятки, десятки миллионов рублей. Я попытался решить этот вопрос через законодательное собрание, ну, там, на угловой. Да, законопроект не вынесли на рассмотрение законодательное собрание, написав, что нет такого понятия, как инженерная инфраструктура промышленных предприятий. Хотя бы почитали бы закон о промышленной политике российской генерации. То есть решали проблему наполнения бюджета, не думая о том, а как это аукнется на предприятиях, что они дальше заплатят? Дело в том, что надо решать проблему наполнения бюджета в рамках закона. Когда этот закон поднимали на уровне государственного рума, концепция была таковая, чтобы это не промышленное предприятие. Промышленные предприятия платят налог на прибыль, НДФЛ, НДС, транспортный налог и другие. Это была задача, чтобы обложить этим налогом по катастрофой стоимости именно административно-офисной снарядной. Торговые центры, которые росли. А как же так у нас получилось? А вот так решили. А в Кировской области просто кто составлял этот перечень, значит, они и так, было задание. Они приходили и смотрели, есть ли здание на заводе. Если станков нет, то это все, это офис. Понимаете? Вот это уровень ответственности и вообще уровень компетентности вот этих. Таким образом, у нас была и проблема по двойным платежам за сброс точных, вот, значит, в течение десятилетий вопрос не решался. Надо сказать спасибо этому правительству, да, и заместителю председателя, к чему, который занимался, и, значит, исполняющий обязанности губернатора, он подписал постановление, которым отменил, значит, вот это решение о двойных платежах. Потому что предприятия переплачивали, и это были, с каждого предприятия, это были огромные суммы, они переплатили десятки миллионов сверх того, что нужно. Вот эти вопросы, вот эти вопросы надо очень внимательно смотреть здесь на уровне, как соблюдается законодательство. Не только целесообразность, там, наполнение бюджета. Можно бюджет один раз наполнить, овцу можно на зиму постричь один раз летом, а второй раз решить, чтобы шесть и взять, постричь ее перед зимой, да, что будет с овцой. Она замерзнет. Замерзнет, все, и дохода больше не будет, поэтому, значит, нельзя резать курс, который несет золотые яйца, а предприятие, я говорю, еще составляет основу. Поэтому с ними надо работать. А промышленников вы всех знаете? А промышленников я всех знаю, некоторых знаю по несколько десятков лет. И дружите, наверное. И со многим, и с большинством, наверное, со всеми в добрых, дружественных отношениях. Это Василий Сураев, кандидат в депутаты Кировской городской думы, а в программе «Крупный план». У нас остается буквально полтора минуты до завершения программы. Василий Куприянович, ну, во-первых, напомню нашим слушателям, что вы здесь буквально сразу же на первых минутах заявили, что вы готовы возглавить в случае успешного завершения выборов в Гордуму для вас, возглавить эту Гордуму и взять на себя весь груз ответственности по управлению городом. О хорошем хочется сказать, вы уже упомянули здесь, еще о хорошем, об активных людях, которые со своими инициативами все время лезут в администрацию, в Гордуму. Ну, хотят они скверов, хотят они парков, хотят они велосипедных дорожек. Вот с этими инициативами готовы работать? Готовы, и мы работаем сейчас. И то, что в городе Кирве за последние годы появились десятки детских площадок, спортивных, мы во многих участвовали. Участвовали не просто так, мы помогали составлять где-то планы. Где-то мы участвовали в софинансировании, потому что там есть статья, поддержка спонсора, да, мы таковыми являлись. И приняли участие в десятках подобных проектов. И это вот город, когда в город и в районы города таким обращаются, это ведь очень хорошо. Эта вот инициатива исходит от самих кировчан, от наших граждан, да, и эту инициативу надо поддерживать. И эта программа должна работать, когда участвуют в этой работе. Инициатива идет снизу, и в этой работе участвуют и власти, помогая денежным средствам из бюджета. Это идет только во благо города. Честное взаимодействие. Да. На всех фронтах. Это Василий Сураев. В программе «Крупный план» у микрофона работала Светлана Занько. Всем до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok